Вместо весел в руках лопаты. Тренировку с воды перенесли на сушу. Российская сборная погребли на байдарках и каноэ сегодня помогала Казани озелениться. Ветеран Турфан Насыбулин свое первое дерево посадил уже после Великой Отечественной войны яблоню в своем саду. Сегодня ему доверили посадку голубой ели. Вместе со школьниками и студентами саженцы посадил президента Татарстана Рустам Мениханов. На будущей аллее 440 деревьев. Молодые рябины, кедр, каштан, калина и сирень. И так сегодня по всему Татарстану. Это 2,5 миллиона саженцев, порядка на 600 гектарах. Уже, наверное, почти высажены, можно сказать. Акция идет очень активно. Но мы надеемся, что они будут, конечно, максимально прижиты здесь. Пока одни работали лопатами, другие собирали мусор. Причем пластик в один контейнер, металл в другой. Воспитанники детского сада из Сабинского района привезли на мутилизацию 50 килограммов батареек. Все родители поддержали нас, все дети с удовольствием несли каждый день в течение месяца батарейки. Это техника, которая приходит в негодность и списывается в организации физических лиц. То есть вот мониторы мы видим, старые компьютеры. Кассовые аппараты, микроволновые печи и другие бытовые приборы. На переработку теперь пошел и электролом. За 7 лет казанские специалисты утилизировали 10 тысяч тонн оборудования. Наша задача – это извлечь драгоценные металлы из электроприборов, которые есть. В одной тонне, допустим, мобильных телефонов золото больше, чем в одной тонне золотой руды. С начала апреля в районах республики собрали более 150 тысяч кубометров отходов. Незаконные свалки искали с воздуха, из окон поездов и благодаря зоркому взгляду жителей. Задача привести республику в порядок до Дня Победы выполнена, считают экологи. Наша малая родина, наша родина, она должна выглядеть, ну, во-первых, в первую очередь эстетически. Самый душат должен радоваться. И своим примером мы просто показываем, как подрастающему поколению, как относиться ко всему то, что нас окружает. Эко-весна продлится до конца мая. Особое внимание уделят чистоте Казани, ведь она чуть больше, чем через месяц. Примет чемпионат мира по футболу. Дмитрий Аверкиев, Александр Волков, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир». Пойдемте вам пока.